На сегодняшний день последний месяц лета начинается, а дороги в Новомосковске, как вы видите, они еще совершенно не сделаны. Это центральная часть города. Я отдельно уже не говорю о том, что нарушается технология укладки асфальта или асфальтобетона, технология ремонта дороги. Но нарушается здравый смысл, когда по центральной улице выкопали ямы, и эти ямы месяц к ним никто не приступает. Одною из дорог, ремонт якої затягнулся, є дорога на улице Гетьманской. Громадские активисты заявляют, что это не впервые так долго привлекают и с ремонтом дорожного покрытия. Из года в год каждый раз делаются одни и те же ямы, латаются. Каждый раз мы оказываемся заложниками ситуации, когда ходить по тротуарам невозможно. И зимой, и летом, и осенью, либо залито дождем. Ездить в общественном транспорте невозможно, потому что по таким дорогам это выглядит уже как издевательство над людьми. И каждый раз наши городские руководители рассказывают, отчитываются о том, какие они молодцы, как много всего они делают в городе, сколько затрат идет на ремонт дорог. Но если разобраться по сути, ремонтируются все время каждый раз одни и те же ямы. То есть за качество дорог и за качество ремонта никто не несет ответственности. Гетьманська – одна из основных магистралей міста. Вона завжди завантажена как приватными авто, так и громадским транспортом. Через ней прямуют и машины швидкою допомоги. Мешканцям Новомосковська складно підібрати цензурную лексику, коли мова заходить про дороги. Состояние дороги очень плохое. Ремонт, когда начали ее уже скоро два месяца, и никак он не заканчивается. После зимы, как ямы были достаточно огромные, и потом чуть шлаком присыпали, слава Богу, что чуть меньше стали. Я думаю, что ее можно в кратчайшие сроки закончить, чтобы было все нормально, все нормально. Все ругаются, а толку никакого. Может, она так потянула и положена, я не знаю. Месяц ковыряет, а потом два месяца засыпает. И то ездим, диски бьем, резину бьем. Что можно еще сказать? За такое время новую машину можно купить. А что там говорится, бывший, которым по 20 лет. Треба что-то изменять, потому что дороги не годятся ну никуда. Это жах просто. Дорога – частина міста, а місто – частина області. Кто ответственный за стан автомагистрали у Новомосковську? Идемо за ответственность к областной администрации. Состояние дорог, это называется эксплуатация. За состоянием дорог за эксплуатацией следит местный совет конкретного населенного пункта, так как правило у него есть коммунальное предприятие, которое называется дорожно-эксплуатационное коммунальное предприятие, и оно следит за состоянием конкретной дороги. У Новомосковську таке предприятие есть. За ремонтом дорог слідкует предприятие НККП. Саме оно мое контролювать сроки выполнения дорожных работ и их качеств. А также участие в выборе подрядчика для выполнения работы. НККП также рассказали про стан Гетманской. Денег не хватает, чтобы делать полностью везде капитальные ремонты. Мы делаем даже, у нас в этом году капитальный ремонт, это проулок казачьей, и поточный средний ремонт Гетманской. Поточный средний ремонт, как Гетманская, это залатываются ямы, а потом наносятся два слоя защитного слоя, двойная поверхностная обработка. Гетманскую начали договор подписан 03, 07, 18. То есть по договору срок окончания у них в конце 25 августа. На сегодняшний день выполнено процентом на 40. Успеваем. Будем, дай Бог, что нам погода не будет, потому что если дождь, то мы просим подрядчика не работать. Если сравнивать график выполнения запланованных работ и нынешний стан дорожек, то становится очевидным. Вкладываться в сроки пока еще не выходят. Активисты певны, міськая влада закрывает очи на такий стан справ, с простой и, на жаль, обычной для Украины причиной. Родинные звездки. В Новомосковске сложилась такая ситуация интересная, когда руководитель, отвечающий за направление коммунального хозяйства, поручает важный этот участок работы, а именно контроль за производством работ по дорогам, своему племяннику, который является директором КП и подчинен этому руководителю городскому, наверное, в силу каких-то родственных отношений, трудно спросить со своего родственника, почему такое качество производства работы.